Всем привет! Сегодня на канале я, Аня. Сегодня я собирала, покупала продукты в тафеле, поэтому сегодня распорку снимаю я, потому что мы на работе. Начнём мы с фруктов. Их не очень много, но они есть. Два банана мне выдали, два яблока тоже, такие средние. Дальше два апельсина. Обожаю апельсины, всегда их беру в тафеле, если выпадает честь сходить в тафель. Дальше клубника. Большая и маленькая. Тут просто смесь. Манго. Оно очень мягкое, поэтому мне кажется, что оно уже такое прям спелое-переспелое. Нужно ему, может, порезать. Со фруктами мы закончили. Ну, немного, но всё равно. Дальше. Спаржа. Там была спаржа. Я очень рада. Была зелёная и белая. Мне дали выбор, я взяла белую. Какая лучше спаржа, белая или зелёная? Белая. Белая. Для меня. Белая. Дальше два авокадо. Они, ну, я выбирала по мягкости. Нормально. Хорошие, мягкие. То есть... Дальше четыре огурца. Можно было брать пять. Там пять максимум, но я решила, что возьму четыре, потому что овощей, в принципе, много. Дальше. Такая вот капусточка. Айсберг. Там было много вариантов салата, но вот такого вот было. Ну, там много вариантов было. Можно было ещё больше выбрать, но я выбрала только один, потому что у нас не сильно еда. Дальше. Грибы. Такие шампиньончики. Белые. На выбор были шампиньоны. Белые, тёмные и лисички. Дальше. Дальше. Наркопка. В таком пакете. Классно. Дальше. Паприка. Паприка в таких пакетах. Можно было брать пять упаковок. Дальше. То есть, в случае, десять-девять, не можно было перцем взять. Ничто наваловало бы. Но нам не нужно так много. Мы будем взять две. Дальше. Картошка. Можно было выбирать картошку и я взяла. Потому что картошку у нас любят. Недавно приготовила и суп. Пожарила картошку, выпекла картошку. Как раз. Дальше шпинат. Такая упаковка. Можно было взять огромную прям упаковку. вот такую, наверное, по размеру, но нам не нужно так много, у нас и в ладу. Дальше лук. Три штучки. И вот такой маленький лук. Он резан, видимо, в лук. Цельный? Не цельный. И помидоры. Можно было брать маленькие помидоры, но можно было взять там два больших, у меня два маленьких. Так, и сейчас мы будем переходить к мучному. Появились мучного? Тоже много. Я выбрала. Начнем с булочек. Вот этих булочек. Это разные булки с мясом булочки такие или с вазеликом, твором. Это очень вкусно, мне очень нравится. Очень вкусно. Дальше. Бульверные такие булочки. Не просроченные. То есть всё хорошо. Дальше. Такой рулетик с маком. Думаю, что он должен быть вкусным. Но, по-моему, не покупали такое, поэтому попробую. Так, дальше. Такие вот донатики. Я им взяла две штуки. Они немножко подавились, но... В принципе, должны быть вкусными. Дальше. Вот такие донатики я такого раньше не видела. Мы такого раньше не брали. Такие сладкие. Стояли прямо сверху. Стоили 40 центов. Дальше. Хлеб. Раз. Хлеб два. Это такой цельный. Это тоже цельнозерновой. Не порезанный. Дальше. Круассаны. Я взяла обычные, самые круассаны. Вот так они выглядят. Это беленькие такие. Четыре штуки. Стоили 50 центов. Дальше. Дальше. Перейдем к бургеру. Это бургер. Думаю, что его... Ну, в принципе, можно открыть. Он там запакованный. Сейчас покажу, как он выглядит. Такие бургеры бывают не часто. Но... В этот раз нам повезло. Вот такой вот большой бургер, в принципе, гамбургер. Не био. Не вегетарианский, а обычный. Чили. Один там был. Дальше. Хотдоги. Такие. Первый раз такое вижу. Хотдоги. Их просто нужно поставить к печься. И будет хотдог. Вот так они выглядят. Забавно. В духовке готовить 8-10 минут. То есть, просто. И мука. Был выбор на большой полке между разными продуктами. Там была себе мука, там соусы, всякое такое. Но я взяла муку, потому что... Может, с ней можно что-нибудь приготовить. Вот. И дальше мы переходим к мясному и молочке. Немного. Я знаю. Я взяла, во-первых, сыр. 40 грамм. Вот такой вот сыр. Нарезанный. Разных сортов. Дальше. Вот такой сыр. Кремовый сыр. Тоже нашинкованный. Это с сырами всё. Давайте переходим к мясу. Это у нас такое копчёное мясо уже приготовленное. То есть, его открываешь и ешь. Не знаю. Ну, пахнет прям копчёное мясо. То есть, бывает по-разному. Но сейчас, ну, разное мясо. Вот это. Вот это копчёное. Хорошие. Так. Дальше. Переходим к колбасе. Ну, то есть, к которому мясо относится. Есть Путенбурст филе. Это колбаса... Этого... Индюка. Индючка. И ещё огромный... Это главный упаковочек колбасы ещё. Такая большая. XXL называется. Да. С колбасами много. И немного, но тоже классно. Дальше. Большая такая бутылочка молока. Я подозреваю, что это молоко с примесями. То есть, оно не чистое. Ну, в основном. Ну, нет, нет. Другой чистое. Обычное молоко. Просто в стеклянной такой упаковке. 3,5%. Дальше. Кефир. Тоже была такая полка, где можно было выбирать одну позицию. Там будет то есть кефир. Либо батончики какие-то, либо разные там йогурты. Но я взяла кефир. И масло. Потому что с маслом у нас... У нас мало масла дома. Поэтому раз масло дома я взяла его. Вот такое вот масло. И сейчас мы будем переходить к остаткам. Остаткам, то есть то сладкое. Ну, сейчас увидите. Это просто разные штучки прикольные такие, которые я купила. Во-первых, это килограмм спагетти. Ну, спагетти, не знаю, как это называется. Вермишели. От известной фирмы. Вот. Тоже стояла полка с выбором. Тоже стояла полка с выбором. Тебе, вермишели. Я думаю, это. Дальше. Кола. Можно было взять одну или две. Стоит евро. Нет. Наверное, пол... Ну, я вообще цента за две штучки. Наверное. Тоже. Ну, это не Кола. Это Афри какая-то. По вкусу то же самое, что и Кола. Дальше. Минц. Мята. И к нему же я купила... Это сироп к мохито. Первый раз такое вообще видела. Там были много разных сиропов. Я выбрала именно мохито. Там были... Ну, первый раз такое вообще вижу. Разные. Типа карамели, там печеньки, всякое такое. Но я взяла именно это. И была ещё такая же, только на литр. На литр стоит одно евро. Эта стоит 50 центов. Я там. Ну, как раз можно сделать. И сладкие такие марципановые картошка. Называется марципановая картошка, кстати. Она вкусная. Такая сладкая. Кто-либо марципан будет поймёт. Я люблю марципан. И масло. Называется брат-юль. Это означает, что на неё нужно жарить. Для жарки мяса. Масло. Потому что с маслом, пожалуйста, небольшие проблемы. Поэтому будем... Ну, очень классное масло. Дальше паста томатная. Тоже был выбор на полке между разными штучками. Я выбрала пасту. Вот. И розмарин. Было много специй. Но, в принципе, нам не сильно они нужны. Я взяла именно розмарин, потому что розмарина, по-моему, у нас нет. Как раз нужно вкусно что-то сделать. Специи у меня мало. Можешь показать даже, кстати, специи. Ну, зависимо. Я пользуюсь. Я люблю специи. Но, в принципе, нам достаточно... Были тоже похожие специи. Эти фабрики и всякое такое. Нам-то это всё сильно нужно. Поэтому я взяла розмарин, потому что розмарин вот реально тема. Реально хвостная. Так. И сейчас покажу всё, что мы купили. Надеюсь, на 2 месяца будет вообще на этот стол. Ну, да. Большое стол ежи. Приятно, приятно. Вышло, в принципе, много. Много продуктов я смогла взять. Я очень гордовая, самостоятельно. Делаю тафели. Вот смешала. Слышала за выход. Закупка стоила 16 евро 60 центов. И очень даже, очень даже выгодная цена. Это очень классно, что тафель может позволять семьям с небольшим заработком скупаться продуктами. Очень классно. Я ещё под домом. Это очень удобно. Вот. Спасибо большое тафелю за такую возможность. Спасибо людям, которые там работают, которые помогают, волонтёрствуют. Это очень классно. Очень приятно, люди работают. Правда. И кто хочет, может также быть волонтёром в тафелю. Это открыто для всех. Поэтому, кто хочет, узнавайте в своих городах. Если вы живёте в Германии, где можно будет помочь. Потому что это реально классная возможность. Если у вас есть время, можете получить немецкий во время работы. Поэтому очень классно. Так что, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте комментарии, лайки, чтобы вы хотели увидеть в нашем блоге. Что для вас интересно в Германии узнать. Пишите вопросики. Хейтеры, мы вам тоже рады. Пишите, пожалуйста. Мы читаем всё. До скорых встреч. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Пишите комментарии. И скупайте светафеля. Чус!